Привет! Много чего поменялось за последнее время в моей жизни. Хочу закончить, наверное, с Шри-Ланкой и рассказать... Что за музыка? Я хочу рассказать, что я делал три месяца на Шри-Ланке. Все-таки в первую очередь я туда улетел не для того, чтобы снимать видео, а в связи с последними событиями, в связи с войной. Сейчас стоит задуматься, как вообще можно продолжать путешествие. Это стало довольно-таки сложно, особенно если ты гражданин России. Банковские карты российские не работают, нельзя оплатить сервисы, нельзя там что-то забронировать. Я решил в скором времени покинуть Россию, и самое простое, что оказалось, это Шри-Ланка. Туда было проще всего улететь, ну, точнее, у меня получилось туда купить билет. Но здесь, как всегда, на помощь приходят авиасейлс. С помощью авиасейлс вы сможете купить билеты не только по России, но и приобрести билеты на международные рейсы. Также, что очень круто, при бронировании отелей вы получаете свои 7% обратно с подпиской авиасейлс еще. Ссылка в описании, переходите, там будет больше подробностей. Привет, дружок. В общем, на Шри-Ланке было великолепное время. Особенно было круто, что я был со своими друзьями, не как обычно, я не был одинок. Я запомню это навсегда, это были хорошие времена. Это время пролетело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Свободный человек. Наконец-таки на Шри-Ланке вышло солнце, потому что довольно-таки продолжительное время были тропические дожди. Я хочу сегодня поплавать с маской, это называется снорклинг. И вот здесь, наверное, самое подходящее место, потому что здесь есть огромные черепахи. Они водятся в Хикадуве и еще, наверное, в парочке мест, может быть, в трех местах на острове они есть. Мне очень хочется их увидеть, возможно, получится их покормить. Ну и думаю, будет очень красивый подводный мир. Давайте разбираться, давайте смотреть и любоваться. Прямо на пляже здесь же можно... Здесь есть кокосы, здесь есть тот же серфинг. Где он? Вон там подальше серфинг. Я вот с этим дядечкой договорился. Маска с трубкой стоит... Маска с трубкой стоит 500 рупицей. Это будет мой первый снорклинг. К сожалению, в Амане не получилось у меня поплавать, хотя я даже покупал маску. Вот, ну что, погнали. Ну все, я заряжен. Мужик сказал мне, что лучше чуть-чуть пройти сейчас, и там будет черепашье место, где я 100% смогу их увидеть. А вот на этом берегу, кстати, постоянно подходят и предлагают услуги. Знаете какие? Они приманивают черепах здесь местные. Берут водоросли, уходят вон туда дальше. Там много черепах, и они вот так водоросли ведут просто, и черепаха плывет за ними. Смотрите, сколько их здесь, офигеть. Вон раз черепаха, сейчас мы с ними будем купаться. Вот она поплыла, раз, вот, огроменная вторая. И они не боятся даже, их спокойно можно кормить вот такими водорослями. Короче, камера вся запотела, плавать неудобно. Да, 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 много, маленьких. Да. А, немного, немного, нет проблем. Да, много. А, говорит, там можно уколоться, там рифы, и я сейчас рукой просто прислонился. Прикол в том, что он такой мягкий, приятный на ощупь, а потом ты чувствуешь, что что-то проткнуло твою кожу. Ну и, в принципе, вчера, блин, и сейчас вот болит, даже ничего не видно на ладони, просто дотронулся. А вчера вот что у меня, я катался на серфе, и что-то вон загнивает, как будто бы. Я считаю, что выбрал не самую подходящую все-таки погоду, потому что сегодня очень ветрено. И из-за этого волны побольше, такая рябь на воде, и все мутно, все в песке, все плохо видно. Да, такая неподходящая погода, но черепах сегодня очень много. Я потрогал одну из них, поплавал вместе, мы там минут, наверное, 10 вместе плавали просто с черепахой. Очень круто. Я когда ее увидел впервые, я плыву такой, и она где-то выплывает из мутной воды. И я, честно, сперва даже испугался, чуть неожиданно было. И к тому же в воде она кажется очень большой, просто огромной. А мне казалось, она больше у меня раза в два, наверное. Я наплавался, я не стал сейчас покупать маску. Маску с трубкой можно комплект купить за 2-2,5 тысячи рупий, а аренда стоит 500. То есть, если вы возьмете сами маску, если вы планируете плавать много, то 5 раз вы поплаваете, и она уже окупится. Я взял сейчас в аренду, чтобы проверить вообще, насколько мне это интересно, насколько мне это нужно. Ну, не знаю, нужно подумать, потому что все-таки эта маска будет занимать много места у меня в рюкзаке. И сейчас я хочу дойти до аптеки, я совсем забыл. Вчера, когда я травмировал ногу, на вид это может показаться несерьезным, просто вроде бы царапинки. Но нога начинает чуть опухать, это я поцарапал ногу кораллы. И мне вчера сказали, что нужно купить мазь, и что-то мы совсем забыли. Короче, сегодня надо пойти купить мазь и обработать ногу. Сейчас хочу дойти до своих знакомых, они работают здесь в баре. Возможно, присяду и выпью какой-нибудь напиточек. Доброе утро! Доброе утро! Эй, как ты? Алиэкспрессор. Хорошо. Привет! Хандай! Хандай, хорошо! Вот так вот, я вообще ничего не успел сделать, то, что было запланировано. Но все же Шри-Ланка дала мне много всего положительного и отрицательного. В принципе, тоже были разные истории за все это время. Опять же, я ничего не успел сделать, а теперь я, по-другому, везти в рамках для подъемных мест. Алиэкспрессор. Жизнь, естественно, говорит, что вы могли предупреждать, но все же. Вот так вот, я не успел сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... У нас есть кокос. Что, ты пойдешь разбивать? Да, ты хочешь на балкон? Ну, я думаю, что можно там что-нибудь найти. Короче, я уже закупил один нож об этот кокос. Не знаю, какие варианты есть. Ну, понятно, что его можно долбануть об чем-нибудь, но просто даже долбануть не об чем, потому что плитка может разбиться. Что думаешь? Может, по-моему, струнею? Она чуть тяжелая и жесткая. Нет, быстрее собьешь этот цемент. Не-не-не, Илюша, разрушишь вообще дом. Да уже край, смотри. Не-не-не, не надо. О, надо. Продолжай. Пей, 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 пей. Давай. Блин. Надо было помягче его бить, послабее. А я думал, что... А все, все, можно, наверное, ломать его. Надо было его еще... Баунти. Его, наверное, когда потихоньку обстукиваешь, вот эта кожура отходит от этого. Может быть. Это основная часть кокоса. Блин, жалко. Фей с кокосом. А где еще облиться кокосом? Где его много? Комнату оставляю пустой. Почему? Потому что мы сегодня переезжаем. Наши вещички. Это мой рюкзак. Здесь моя обувь. Это две сумки с продуктами. И у Илюхи еще вот такой огромный рюкзачелло. Сейчас за нами подъедет тук-тук. И мы отправляемся. Подпривык я к этому месту. Очень нравится мне эта комната. Как тебе, Илюха? Мне тоже очень нравится. Тоже очень нравится эта комната? Да. Она всем нравится? Но едем в Велегаму. Ничего там еще не снимали. Ничего не искали. Никакое жилье. Сейчас приедем и все будем степ-бай-степ. Когда мы путешествовали, помнишь? На поездах. И мы искали места для ночевок. И каждый раз мы говорили, блин, это лучшее место для ночевки. И мы все равно собирались. Утром мы ходили и приходили в какое-то... Снова офигенное место. Либо более интересное место, либо просто офигенное место. Вот так выглядят переселенцы. Везде сумки. Здесь все забито в сумках. Едем... Едем в Велегаму. Мужичок, у кого я снимал байк, он нас довезет сейчас до Велегаму по дешевому прайсу, потому что он мне не смог вернуть деньги, которые я ему оставлял. И он говорит, через неделю только сможет их вернуть. Буду ждать, надеяться. С мотоциклом, кстати, у меня произошла не очень приятная ситуация. Я, когда взял свой второй мотоцикл, нужно было внести депозит 200 долларов. И чувачок очень долго тянул резину и не хотел отдавать мне деньги. Я вернул ему мотоцикл, а он мне сказал, извини, я потратил твои деньги, подожди, пожалуйста, неделю. Нифига. Мы приехали. А то мы даже не знали, куда ехать. Привет, привет. Мы вас тут уже встречаем. Сейчас. Списываемся с дюкером, чтобы он отдал мне деньги. Спасибо, спасибо. Нас чуть покормили, и мы сразу же идем искать жилье. Есть на примете одна вилла. Сейчас дойдем, посмотрим, узнаем поточнее, сколько стоит она, где вообще находится, что там за условия. И если понравится, то останемся. Если не понравится, то будем искать дальше. Часа два, наверное, три уже ходим. Посмотрели четыре где-то комнаты, заходили в отель, узнали стоимость. Просто, чтобы остаться на сутки, от двух с половиной, вот самое минимальное, мы нашли тысячу рупий, до... ну, там, конечно, понятно, что... до скольки угодно. Хочется сегодня заселиться куда-нибудь на ночь, а завтра продолжить поиски и найти байк. Потому что здесь... Блин, я в Хикадуве снимал байк за 500 рупий. Здесь нам начали говорить сперва две тысячи, потом полторы тысячи. Нашел за 800, но... Без бензина. Без бензина, да, и бензин сейчас нигде не купить, он появится только завтра утром. Пешком не очень удобно ходить, когда привыкаешь к колесам. Ну и так же, все закрыто, не очень много народу, уже вечереет, и... Да, сейчас я... Посмотрим, короче, придем в тот дом, куда мы приехали, где наши вещи сейчас лежат. Ну или там останемся, да? Одну ночью там, после одного ночи вернусь в другую сторону. Познакомились с чуваком, он говорит сейчас байк... Привет, говорит! Привет! Давай дурьем, давай нюхшнем, бухшнем! Бухшнем! Не понимаю, не знаю! Он сказал, что сейчас покажет нам байк за 1000 рупий. Да, очень крутой, и песик крутой там. Факин Су-Ланка, а, да? Я буду с ним с ним, чтобы помочь всем. Байк. Короче, у этого чувака, вон он там сзади остался, должен брат подъехать с мотоциклом, который можно взять в аренду. Но что-то он там занят, и, короче, будет только через 20 минут. Он нам отломил какой-то черный шарик, вот такой черный кусочек. Говорит, держи. Не знаю, что это. Спустя неделю я ему звоню, он говорит, подожди еще. В итоге я подождал еще, но больше терпеть уже было невозможно. Я пошел в полицию, и полиция решила все это за один день. Пришел в полицию. Угостили чаем. Он сидит, кидало. Отворачивается. Он остался на меня зол, хотя я не понимаю вообще, чего злиться. Это он меня кинул, а не я его кинул. Вот такие бывают истории, вот такие бывают ситуации. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем вносить депозит куда-то, чем оставлять депозит у кого-то. Короче, вот мой отель заселился. Закрыли двери. Закрыли двери, и все ушли. Звоню на номер, телефон оставили. Никто трубку не берет. Я хотел как-нибудь забраться, перепрыгнуть, может быть, со здания. Как-нибудь, короче, варики искал. Зашел вот сюда, назад. Открыл вот дверь уже. Я сходил, у меня мороженое с Пепси там осталось. Открыл дверь, и здесь стоит генератор. Вот такая вот щель. Ну ничего, у меня получится пролезть. Или не получится. А я подумал, голова пролазит, значит, все пролезет. Блин. А, ну что я парюсь-то? Офигеть. Хорошая дверь. Жесть. Мороженое все расставило. Ну и все, вот я зашел, собственно. Пипец, чуваки, вообще. Жесть. Час. Час долбился, ждал здесь. Вот они. Через парковку вход, вон, замок повесили. Ну и там через ресепшн, соответственно, тоже. Ну все. У меня была давняя мечта. Я хотел научиться стоять на серфе, кататься на серфе. И хочу похвалиться. Конечно, я не стал олимпийским чемпионом, но все-таки навык какой-никакой у меня появился. И я очень рад этому и буду рад, если вы порадуетесь за меня. Может быть, не каждый день, но очень часто я по два, по три раза в день тренировался. По часу, по полтора часа. КОНЕЦ 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 Ну, вот такие дела. Такое прогресс какое-то время. Большое. Все. КОНЕЦ Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Спасибо вам большое. Да, было сложно. Я стер свою спину, стер бока об камни. Я кучу раз просто ранился. У меня еще не все раны зажили на руках, на ногах. Резался постоянно об рифы. И один раз даже из-за этого полежал в больнице, в местном госпитале. Привет, привет. Небольшое видео для хроники моей жизни. Я нахожусь в Щеролокийском госпитале. И сейчас я буду принимать душ. Вот такая душевая. Вот. У меня постоянно из руки торчит вот такая штука. Ее открывают. И когда нужно делать уколы, ее открывают. Просто вставляют туда шприц. И сливают у меня антибиотики. Такая история. Уже два дня здесь. Это пакет. Мне сейчас нужно будет этот пакет надеть на руку, чтобы вот это все не замочить. Заключительный день в больничке. Сейчас меня уже выписывают. Ночью вообще не мог спать. Мы вытащили катетер. Потому что очень болела рука. Ей сейчас медсестра куда-то отошла. Она обрабатывает на ногу в последний раз. Опухоль все так же очень сильная. Но сейчас обработает и пойду. А вон там уже улица. Такая будет память у меня о Шри-Ланке. Ну и напоследок хочу показать свою палату. Вон там я спал один день. Просто самое удивительное, что это вот. Здесь уже улица. Все палаты. Вот они без окон. Просто здесь сад. А вот палата. Несколько палат. Вот один сектор. Там дальше другой сектор. Было интересно. Познакомился там тоже с ланкийцами. Они рассказывали мне свои истории. Почему они туда попали. У меня появилась мысль найти лодку на Шри-Ланке. И мне хотелось найти лодку именно сломанную. Чтобы она была может быть затонувшая какая-то. Мне хотелось ее достать. Мне хотелось ее отремонтировать. Чтобы у меня появились какие-то новые навыки. Я объехал два озера. Я объехал реку. И к сожалению не удалось найти лодку. Местные жители предлагали мне там купить лодку. Но она была целой. И так было не очень интересно. С лодкой ничего не получилось. Думаю интересная все-таки затея была. И возможно когда-нибудь я ее реализую. Может быть на Шри-Ланке. Может быть не на Шри-Ланке. Это не так важно. Важен процесс. А нигде все это будет проходить. Много катался на байке. Практически каждый день я куда-то ездил. Находил для себя новые красивые интересные места. И это здорово. Да. Да. Это круто. Я вообще за это время очень сильно полюбил байк. И теперь конечно же в будущих своих путешествиях. А может быть не путешествиях. Первым делом конечно же мне будет интересно. Попробовать найти или скутер. Или там мотоцикл посерьезнее. Чтобы на нем передвигаться по новой стране. Конечно благодаря байку можно узнавать гораздо больше. Познакомился с кучей интересных ребят. Одни из самых наверное выдающихся. Такая самая интересная компания. Они жили и работали на вилле. Зарабатывали с помощью новых проектов. Которые были основаны на блокчейнах. Криптовалюта. Кому-то это может ничего не говорит. А кто-то наоборот в этом шарит. И поймет меня. Поймет то о чем я сейчас говорю. Практически каждый день я приходил к ребятам в гости. Пались в басики. Общались. Наслаждались. Смеялись. Короче было круто. Весело. И часть. Один вечер из нашей жизни. Вы также можете посмотреть. Так ну что. Вот мое жилье было. Последний месяц. Ко мне пришел друг. Вон друзья попрощаться пришли. Это хозяин вот этого дома где я живу. Привет. Хорошего ветера. Спасибо. Да, после 30 минут или 1 часа я пошел. Пошел к Илье. Илье. Да. До свидания. Илье. 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 До свидания. Спасибо. Илье. 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 Еду сейчас к Люхе. На своем байке. Собрал все вещи. Рюкзак. Короче все все съезжаю с комнаты. Сейчас у ребят кто там сидит дожидаться на вилле. Такси. Вот. Должны еще какие-то ребята поехать в аэропорт. Аааа. Ну и короче вместе. В месяц будем двигаться, складываться и экономить таксом. Время вроде бы не совсем позднее. Полдесятого сейчас. А народу практически уже нет. Все закрыто. Уже и не поесть, и не попить. И вообще ничего. Сейчас проезжают через центр Велегана. Приехал, короче, к ребятам на виллу. Здесь живет Даша, Илюха. Ну и еще, короче, много людей. Вон такой вот огромный-огромный дом двухэтажный. Шмотки здесь скинул. Мотик завтра. Хозяин придет, заберет его сам. Вот здесь кипит работа. Ищут какие-то проекты. А может быть не ищут, а уже нашли. И зарабатывают бешеные сумасшедшие иксы. Это Илюха. Это Илюха. Кто-то тебя знает, кто-то не знает. Покажи и расскажи что-нибудь. Это... Как называется? Третье жилье. Третье жилье. Третье жилье. По нашей ванке. Заехали сюда практически месяц назад. Чем занимались? Здесь я живу, в темноте. Закрытая дверь. Ну это хорошо. Чистый басик. Чистый басик. Ну круто здесь. Я подслушиваю, о чем разговаривают богатые люди на Криптовилле. Богатые люди? Это сомнительный момент. Мы купили билет на басик. Когда вы улетаете? Мы не богатые. А, теперь не богатые. Хотя пока не богатые только Саша теперь. Кажется, только это вы его сучки. А ты пробовала фаджиту? Нет. Все берут фаджиту. Это вот это вот? Даша не хочет быть такой, как Саша. Ты просто когда увидишь ее, ты такая подумаешь, что... Блин, почему я ее не заказала? Ладно, ну может так. А если такой салат только с корректами попросить? Убегает. Вон он, вон он, вон он, вон он. Давай, 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 давай. Бери, бери, бери. Он сейчас выкопает даже с нее и закопается. Все, весь ушел. Все, пошли съесть. Решил поужинать сегодня со своим одним из любимых блюд на Шри-Ланке. Называется... Ну это вот креветки фаджита, короче. Есть чикин фаджита, есть праунс фаджита. Даши тоже принесли уже салатик. У-у-у! Пока Виталия Зайса не может мне вас подсказывать. Сейчас я выключу. Ну нажимай! Я же тебе говорил, что когда принесут, ты так же скажешь. Это микролаз! Вот у меня чего не принесло салат в этом городе. Мы все по форжите почти заказали. Я возьму всех по чуть-чуть. Всем привет, меня зовут Казакроликов. Как дела? Хорошо, как классно. Отлично. Купаться идешь? Купаться, пока нет. А я давай. Чего это у тебя такое висит? Это я хочу себя сейчас поснимать из басика. Не, ну слушай, вода. Нормальная вода. Нормальная, нормальная, конечно. Просто она первые дни была вообще. Последние часы. Сейчас скоро надо спать и ехать. Залетай. Залетай. Раз, два, три. Ура! Что там происходит? Она не хотела купаться, а все тут уезжают. Как это вели меня. Сейчас я первый купальник. Я остаюсь на связи и хочу еще добавить, что следующее. Что за шум? Я говорил, что много думал, искал что-то новое и... Эй, блин. Сняли кое-какой сюжет и следующее видео выйдет как раз таки вот то, что мы отсняли, то, что я думал. Но, ладно. Будем возвращаться на завод по производству видео, видеоконтента. В следующем видео и в этом видео ставьте лайки, пишите комментарии. Всем на связи. Спасибо. Будь здоров и береги свои нервы.